Дагестанцы всегда славились своей храбростью и смелостью. Об этом не понаслышке знают чуть ли не во всех уголках земли. Множество героев взрастила страна гор. И один из таких горцев – Зиби Тумаров, ветеран Великой Отечественной войны. В 17-летнем возрасте, будучи еще мальчишкой, только что окончившим ПТУ, Зиби Тумаров, несмотря на отстрочку от воинской службы, в 1942 году добровольцем отправился на фронт. Дагестанец, прежде чем взять оружие в руки, был направлен на прохождение курсов молодого бойца. Уже после солдат Умаров отправился на защиту Сталинграда. Там ему довелось принять участие в первых боевых действиях против фашистов. Смотрю, танки идут. Там бревни лежат на дороге, камни лежат. Медленно, медленно. Я у этого солдата спрашиваю, а что они не бросают эти мини на танки? Надо было с второго этажа мини бросить на танк. Другой выход не было. Он говорит, ты что, приказ не слышал? Я говорю, какой приказ? Он сказал, старшина, что ты должен первый бросить, потом другой бросать. Я взял эту мини, смотрю, и подходит под окно. Я ее бросил и лег. Голову закрыли. Взрыв, все кирпичи, камни, штыкатурки на нас падали. Солдат поднялся, посмотрел и говорит, молодец, хорошо попал. Ни одно сражение не обходится без потерь и ранений. Зиби Тумаров в одной из битв получил контузию. И после прохождения реабилитации в военном госпитале был направлен в школу снайперов. Утром я стоял на посту. И вот так я смотрю, начал расцветать. А пулеметчик немецкий, который на выходе там стоял, дремлет, утром тепло и хорошо видно. Я своему другу говорю, Вася Аверин был. Я говорю, смотри, может пойдем его снимем. Он говорит, пошли. Это спали наши, командир спал, все спали. Мы потихоньку пошли, мы его убили. А там 26 человек лежали. Отдыхали немцы. У нас было по два граната. Мы граната бросили. Потом автоматная очередь. И 26 человек убили. И 5 человек из подвала вышли, плен сдались нам, немцы. Умара в первых же дней войны, как и тысячи дагестанцев по зову сердца и родины, вступил в ряды действующей армии добровольцами. Их остались лишь единицы. Тех, кто ощутил на себе порох, кровь и страх. Тех, кто выжил в Великой Отечественной войне.